Всем привет! Как вы думаете, пора бы уже опрессовать нам данную конструкцию на горячую воду? Я думаю, что да, пора, но все идет маленькими шажочками. И сегодня я вам покажу следующий шаг, который предпринял для того, чтобы как можно скорее мы ее опрессовали. Был сделан маленький мини-котел, сваренный из 57 трубы, двухдюймовый, под землю, приход, побратка, уход, подача. Это датчик, который будет у нас ограничивать температуру максимум в 95 градусов. Мощность ТЭНа составляет всего 1 киловатт. Не хотелось высчитывать теплоемкость данной конструкции, поэтому если будет мало, что-то еще нужно будет предпринять. Выхода на ТЭН, фаза 0, находится он в нижней части котла, это нестандартное решение, но я позаботился о том, чтобы это было безопасно. Если я бы его поставил сверху, тогда скапливалось небольшое количество воздуха, что мне не очень хорошо, так как если перегорит ТЭН, это будет крахтум. Теперь рассмотрим органы управления котлом, и не только котлом. Основной модуль взят от неисправного радиатора. Отсюда изъял датчик температуры и перенес его непосредственно на котел. Общая нагрузка не будет превышать 16 ампер, это однозначно, так как 16 ампер это порядка 3 с лишним киловатта. Такой нагрузки не будет точно. Счетчик. Для того, чтобы посмотреть, как же вы мне дороги, товарищи. Шучу, интересно для учета. ДИФ автомат рассчитан на 16 ампер. От него я развел обычные автоматы, для того, чтобы разветвелить. Они только как разветвители. Первый идет на розетку, второй идет на насос к котлу, третий идет на сам котел. Помимо всего прочего, есть земля и ноль. Земля у нас привозная, ее как таковой не было, привез сюда. Вход выполнен через розетку. Подключаю, сначала посмотрел, где фаза, где ноль. И затем включаю на розетке пометки особые сделал. И такая штука интересная. Сейчас я вам продемонстрирую в работе, как это должно выглядеть. ДИФ автомат, кстати, для того, чтобы если вдруг пойдет на корпус, он вырубился. Это первая защита от КЗ, само собой, и он же и служит. Это реле влажности. Так как я не силен в электронике, но из-за одного товарища очень это все прямо затянуло. Сам из медной проволоки накрутил ватрушечек. Сейчас покажу, как все работает. Проводки тоненькие, которые соединяют по-простому. Фаза ноль, фаза ноль, фаза ноль, фаза ноль, фаза ноль и т.д. Сюда идет не более чем 12, 11,7 вольта. Ее я подключаю к проводу. Вот сам датчик, который заводской идет. А это у нас добавки. Подключаем. Включили. Здесь я приспособил гнездо. Начинаем. Включили. Включили. Это у нас насос. Помним, его не включаем. Здесь на котел. Это, предположим, котел. Это у нас розетка. Включаем. Диф автомат отработал свое. Включаем. Включили. Загорелось два диода. Индикаторы. Эта лампа будет служить как индикатор, так как не всегда можно смотреть за этими диодами и не так интересно. Ключ не включен, вывел его от свободного контакта. Один на замыкание идет. Когда сюда попадает вода, реле замыкается и вырубает, точнее, реле размыкается и выключает у нас тен. Предположим, это тен. Для большей наглядности сделаем пока так. Включаем котел. Все, пошло в работу. Работает, реле мигается. Теперь, маленькая капелька воды. Оп, все, у нас отработало. Так как вода здесь останется, вот, у нас упала капелька воды. Вода тут осталась. Все, нет воды. Котел поехал дальше. Сам датчик я положу под котел. Даже на руку отрабатывает. Смотрите, просто рукой. А теперь я хочу попробовать нагреть в нем воду. Еще пока ни разу не грел. Это мы оставляем, только я сейчас сюда подключаю. Вместо лампы подключаю к котелку. Ну, предварительно не забываем выключить автомат. Котел в состоянии готовности. Вода налита. Температуру отконтролируем. Через термопару. Тут что-то прыгает. Ну, ориентированно плюс-минус какое-то повышение мы увидим. Все, сеть появилась. На котел сеть имеется. Теперь, включаем реле. Выставляем на полную мощность. Счетчик моргает. Процесс пошел. Так, а если мы убавим? Температура поползла вверх. Ограничение 95 градусов. На реле сейчас максимальная чувствительность. Пробуем. Вот таким образом. Котел я слышу шуметь перестал. Включился сигнал, что у нас проблема. Убираем руку. Шум продолжился. Котел работает. Отлично. Температура 22 градуса. Я уже чую, как он нагревается. Сюда потом я подсоединю циркуляционный насос. Уровень воды неизбежно начинает подниматься. Температура тоже поднимается. Ну, и прекрасно. Значит, 1 киловатта мне должно вполне хватить, чтобы прогреть эту конструкцию. Термостат делает свое дело. Так, я выключаю. Пока я выключу котел, мне нужно убрать избытки воды, иначе она у нас покапает. Необходима циркуляция. До скольки нагреться? До скольки нагреться. Все, вода попала. Включилась сигналка. Котел отключился. Работает. Я же как хочу, например, всю эту конструкцию прогрели, погоняли там часиков 10 при температуре, ну, может, 90-95 градусов, чтобы все было защищено от попадания влаги, то есть, экранировано. Либо просто в другое место удалить блок управления. И потом нужно ведь будет котел тоже отрезать, когда настанет момент опрессовки, котел перекрывать. И в зависимости от того, насколько страшно будет подходить к данной конструкции, чтобы перекрыть краны на котел, нужно придумать, либо чтобы закрывалось там, покрутил ручку, экранчики закрылись. Ну, конечно же, я не собираюсь покупать какие-то вещи дорогие, нафиг надо, что-нибудь мы придумаем. Это классно, сантехника, плюс чуть-чуть думаем, и может получиться вполне толковые идеи какие-то. Ну, и в заключение хочу сказать, что не болейте. До скорых встреч. Пока.